Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду, 15 июня. Меня зовут, наконец, Александр, и текущую торговую неделю с вами провожу я в отсутствие Артема Деева. Артема Деева мы ждем на следующей неделе. Сегодня важнейший день с точки зрения макроэкономических событий. Мы с вами очень много об этом говорили, и вот, наконец, этот день настал. Сегодня в 21.00 мы с вами будем свидетелями очень важного отчета. Мы будем за этим обязательно наблюдать. Это решение по процентной ставке в ФРС. На текущий момент времени ставка в ФРС находится на уровне 1%. По предварительным данным, по минимальным, которые уже были озвучены на заседании ФОМС, представителями ФОМС о том, что ставку будет повышать на 50 базисных пунктов каждое следующее заседание, пока не остановит инфляцию. По мнению аналитиков JP Morgan, сегодня возможно, что ставку повысит не на 50 базисных пунктов, а на 100 базисных пунктов, и тем самым доведут ключевую ставку до 2%. Это очень серьезное заявление. Если действительно это оправдается, если эти ожидания оправдаются, то мы сегодня с вами увидим очень высокую волатильность на финансовом рынке. Мы вчера с вами прогнозировали, ставили цель по индексу доллара на уровень 105.50. И, посмотрев сегодня за графиками, мы с вами можем увидеть, что вчера индекс доллара доходил до отметки 105.40, немного не дошел до уровня 105.50. Это уже очень серьезное движение. И это только на ожиданиях. Посмотрим, какое будет фактическое движение. Я уверен, что на волатильной стороне будет очень высокое. Также мы с вами делали прогноз по нефтемарке Brent. Нефтемарке Brent у нас с вами была целью 125. Цена эту цель успешно вчера достигла и откатилась. На текущий момент времени Brent торгуется в районе 121.50. И, на мой взгляд, это очередная возможность купить Brent по более низкой цене с целью, опять-таки, 125. Сегодня выходят запасы по нефти. Вчера также выходили запасы от Американского института нефти. Предварительные данные о том, что сейчас стратегические запасы нефти в Америке снизились на уровень 30-летней давности. И, действительно, запасы существенно сокращаются на этом фоне. Нефть просто не может укрепляться. По предварительным данным сегодня, опять-таки, выйдут данные по запасам нефти негативные. Потому что нет никаких предпосылок к тому, что нефть будет добывалась больше. Скорее всего, мы опять видим данные о сокращении. О том, что стратегические запасы снизились. О том, что нефти стала меньше. И это опять приведет к очередному росту. Позиции по евро-доллару. Мы вчера с вами ставили цель ниже уровня 1.03.50. На текущий момент времени цена отбилась от уровня 1.04. Сейчас котируются 20-25 пунктов выше этого уровня. Опять-таки, рынок в ожидании процентной ставки. Если ставку повысить даже на 0.5%, нет сомнений, что евро-доллар на этом фоне уйдет ниже отметки 1.04. И наша цель остается прежней. Это уровень 1.03.50. Из других ключевых событий мы с вами обязательно должны поговорить про криптовалюту биткоин и эфир. Биткоин опять отпускался ниже уровня 21 тысячи. На текущий момент времени цена биткоина находится на отметке 20 тысяч 900 долларов. И самые важные уровни, которые мы с вами обозначили, это уровень условно 19 тысяч 500 и по эфиру 1000 долларов. Можно даже округлить это по биткоину 20 тысяч долларов, а по эфиру 1000 долларов. Если эти уровни не устоят, если криптовалюта биткоина и эфир будут снижаться ниже этого значения, это может создать еще более серьезные распродажи. Еще больший каскад распродаж мы с вами можем увидеть. И с 20 тысяч текущих биткоин может упасть до 10 тысяч, эфир, соответственно, может упасть до 500 долларов. Посмотрим, насколько эти уровни окажутся крепкими, потому что за этим сейчас следят очень многие. И напомню, что даже все правительство, точнее не все правительство, а правительство Сальвадора перевело все свои резервы в криптовалюту биткоин. И сейчас они находятся на грани дефолта, их ставка на криптовалюту не сработала. Что ж, и на самом деле таких компаний очень много, которые сейчас очень серьезно вложили свои активы, свои фактические активы в цифровые активы, в том числе и в криптовалюту. И для них, и для многих сейчас текущая ситуация, это ситуация близко к маржанколу. Но, так или иначе, мы с вами должны из этого извлекать прибыль. И на сегодняшний день мы делаем ставку опять на укрепление доллара. Сегодня мы ждем индекс доллара выше уровня 105.50. Возможно, при повышении ставки на 1% даже выше 106 долларов. На этом фоне евро доллар 1.03.50 и даже ниже бренд. Также цель ставим 125. Вам хочу пожелать успешной торговли. Все ключевые новости текущего дня мы с вами обсудили. Всего наилучшего!